И накануне в рамках визита в Ухтинский район Сергей Гапликов лично ознакомился с ходом работ по реабилитации земель в водном. В поселке сейчас проходит обеззараживание территории завода, который в середине прошлого века ввел добычу радиа. Специализированная организация РосРАУ благоустраивает так называемое хвостохранилище. Уже проведена закладка гидролизирующей стены в грунте, обустроены дренажные колодцы, над хранилищем возводится защитный экран. А уже в Ухте глава региона заехал посмотреть, как идет ремонт теплотрассы по улице Чебьюзской. Там строители изрядно затянули работы по магистральной теплотрассе. Контрольные сроки вышли еще в августе, на дворе уже минусовые температуры. Как заявили представители подрядной организации Техносервис, заказчиком работ которой стал филиал компании Т-Плюс, затянулись поставки материалов. Поэтому прошу особо взять на контроль вот эту территорию. И по 29-го вечера. Значит, через два дня я здесь буду, вы мне тогда скажете, в каком состоянии этот обмен. Хорошо. Заметим, ситуация вышла на республиканский уровень, так как затянувшийся ремонт негативно сказывается на подаче тепла в город. Ведь в Ухте применена кольцевая схема теплоснабжения. Сразу из Ухты Сергей Гапликов отправился в Усинск. Там говорили о перспективах развития уже столицы нефтяников. Светлана Некрасова о главном. Первая точка рабочего визита главы – железнодорожный вокзал. Его сотрудники сообщили губернатору – зданию нужен капитальный ремонт. Крышу латают едва ли не каждый год, в помещениях холодно. А тут еще и багажные вагоны перестают курсировать. К слову, на линии Печора-Мекунь-Сыктывкар грузовые отделения уже закрыты. Персонал сокращен. Теперь под угрозой сотрудники в Усинске. То есть альтернатив контейнерам больше не будет. Руководитель региона поинтересовался, как часто объект посещают представители Северной железной дороги. Дирекция Рославля. Как-то сюда не заезжают. Почему? Поразом. 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 Летом. На улице звоните, если возьмете 5 минут, надо. Будет очень простить заехать в Усинск. Не осенью, не не знаю, когда тепло, а сейчас тепло. Ладно. Перед этим. Они приедут, я с вами приеду. У меня времени хватит. На ферме хозяйства «Южное» в Колве руководителю региона заявили. Кризиса не чувствуют, готовы расширяться. Были бы деньги. Сейчас в реконструкции помещений и закупке техники активно помогает муниципалитет. Возмещает часть затрат. Все своими силами делаем. Крышу тоже самое. На материал, на окна 80% возмещение идет. То есть я свои деньги вложил, купил, потом подал заявку на муниципалитет у Сирмска, и они мне возвращают 80%. Пока хозяйство наращивают УДОИ. В планах закупить оборудование для его переработки. Во время беседы поступило предложение помочь предприятию с приобретением системы упаковки молочных продуктов, а также сделать на базе «Южного» забойный цех. Кстати, местных аграриев уже просят открыть филиалы в других населенных пунктах. «Потянем», говорят сотрудники предприятия. Но добавляют только после того, как приведут в порядок хозяйство в Колве. Посетил Сергей Гапликов и Иусинские стройки. Возведение дома по улице Нефтяников уже завершается. До конца ноября, по словам подрядчика, первые жильцы смогут отпраздновать новоселье. Горожанам, кстати, строители идут навстречу. Люди приходят, иногда делали пожелания, обои они приносят. Ну понятно, то есть удовлетворяют соответствующие просьбы людей. Раньше дом был в числе проблемных. В июле властям муниципалитета пришлось сменить подрядчика. Организация оказалась недобросовестной. Нынешняя компания сумела наверстать отставание от графика. На данный момент в доме завершаются внутренние отделочные работы, производится монтаж электрики, облицовка фасада. У меня одна просьба, когда все это закончите, пожалуйста, приведите территорию в порядок. Понятно, что это зима, но тем не менее, все необходимое и возможное надо все сделать. Чтобы у людей настроение перед Новым годом было совершенно новогоднее. Руководитель региона посетил еще один объект подрядчика – 38-ми квартирный дом. Готовность объекта 35%. Сейчас идут работы по возведению несущих конструкций и перекрытий, устанавливаются окна. Как только строители завершат работу на улице Нефтяников, перекинут сюда дополнительные силы. И скорость работ заметно возрастет. Светлана Некрасова, Денис Хузин, телеканал Юрган, Усинск.